А вот в Башкирии дожди в дефиците. Регион страдает от сильной жары. Впрочем, палящее солнце приносит и пользу. На автомагистралях установили автономные системы освещения, которые весь день собирают солнечную энергию, а потом всю ночь делятся ею с водителями. Власти рассчитывают, что это поможет снизить количество ДТП. Об инновациях в дорожном хозяйстве Азамат Салихов. От небывалой жары кипят машины и буквально плавится асфальт. На федеральной трассе М5 от Москвы до Челябинска летний пик движения. Одни едут на юг, другие спешат по работе. Вместе с высоким трафиком растет и число дорожно-транспортных происшествий. Отдыхать днем и передвигаться ночью – это единственное спасение, если у автомобиля нет кондиционера. Но здесь водители подстерегают другая проблема – неосвещенные участки трассы. Где освещение есть – нормальные явления. А где нет освещения – это уже встречная слепень. Может, на этом переходе, где переходят. Темных мест на дорогах до сих пор было довольно много. Но с этого года магистрали федерального значения начали освещать с помощью солнечных батарей. Еще недавно все это казалось чем-то фантастическим. Но вот она – одна из первых российских систем, использующих энергию солнца для освещения федеральной трассы. Весь световой день панель аккумулирует энергию, чтобы позже, с наступлением сумерек, всю ночь освещать остановочный павильон и пешеходный переход внизу. Панель размером метр на метр с помощью мощного аккумулятора на 72 часа обеспечивает ярким светом еще и обе полосы движения. Состоит из 540 ультра-ярких светодиодов повышенной интенсивности, что дает освещение более 15 люкс. Монтаж такой системы занимает всего несколько часов. Самое главное – к ней не нужно тянуть электрические кабели, поэтому ставить мачты освещения солнечными панелями можно в любом труднодоступном месте. Данная система только на электроэнергию позволит сэкономить нам более 250 тысяч рублей, а если к этому прибавить еще подключение к коммуникациям, всевозможное получение технических условий, то это все встанет в довольно-таки приличную сумму. Этот участок на трассе М7 «Волга» долгие годы считался одним из самых проблемных. Автомобили здесь едут с высокой скоростью, поэтому решиться перейти по зебре от одной автобусной остановки к другой в темное время суток пешеходы не могли без риска для жизни. Теперь все по-другому. Переход освещается сразу четырьмя столбами со светодиодами. А дорожная разметка, сделанная из специального зеркального полимера, видна на десятки километров. Вот такая вроде мелочь, а помогает аварии избежать. Пластик удерживает эти шарики, и от фары идет отражение. Пешеходку видно очень далеко. Альтернативные источники электроэнергии в дорожном хозяйстве теперь собираются внедрять повсеместно. До конца месяца солнечные фонари собираются установить еще на 30 темных участках трасс. Нововведения уже признали перспективным, еще и потому, что недостатка в солнечном свете в республике в ближайшее время не предвидится. Азамат Салихов, Сергей Шелепин, Зимфер Авзалов, Вести, Башкирия. Ну а теперь время новостей экономики. Я передаю слово моему коллеге Олегу Обухову. maruz-замат С Адамит. Продолжение следует... Продолжение следует...